Всем привет, вы на канале Кайпал, и как вы отреагируете, если я вам скажу, что скоро должен выйти паладинс 2? Если не трудно, подпишись, если еще не подписан. Пожалуйста, давайте исправим эту печальную статистику на канале. И да, приятного аппетита, если ты вдруг кушаешь. Информация про паладинс просочилась в твиттере, позже она распространилась в реддите. Есть достоверная информация, что во второй части будет новый движок, а именно Unreal Engine 5. Этот движок улучшит графику в паладинсе и сделает игру более оптимизированной при должной работе над игрой. Также во второй части появятся новые хорошие сервера, которые позволят убрать проблемы с пингом для большинства игроков. И это еще не все. Еще советую снять лапшу с ушей, которую я вам только что повесил, потому что это оказалось фейк новостью. То, что вы видите сейчас на экране, это лишь чья-то шутка, но согласитесь, было бы круто, если бы это оказалось реальностью. Во всяком случае, это неплохой инфопод, и большинство людей бы вернулось в паладинс. Да и люди, которые не знали об этой игре, бы тоже в нее зашли, и общий онлайн был бы просто на высоте. Наверное, такой же, как и у Overwatch 2 на данный момент. Кстати, паладинс 2. В комментариях в реддите написали, что такая игра уже существует. Это, конечно, не то, что мы хотели получить, но все равно забавно. В мечтах у всех игроков паладинса лишь вот это, но в реальности все намного печальнее. Эх, ну ладно. Теперь давайте поговорим про Overwatch 2 и его неудачный релиз. Мне очень смешно осознавать то, что Близзы не смогли подготовить сервера, и большинству людей пришлось тупо ждать по нескольких часов и смотреть на этот сраный экран загрузки. Ну типа серьезно, Близзы, вы бы хотя бы чат добавили туда какой-нибудь, региональный допустим, чтобы пока ты ждешь своей очереди, ты смог с кем-то познакомиться, либо же просто убить время в этом чатике. Такая огромная компания не смогла выделить деньги на улучшение серверов, чтобы люди не стояли в очереди по нескольку часов. Хотя бы временно, я не знаю, не давать какие-нибудь сервера, чтобы вот этой очереди было намного меньше. Я помню, через 2 дня после релиза этой игры захотел в нее зайти. Я ждал, наверное, в очереди полтора часа. Нашлись даже люди, которые продавали места в очереди. Я, правда, не совсем понимаю, как это работает, но все же главное работает. Мои первые впечатления от Overwatch, не считая очереди, которая длилась несколько часов, положительные. Мне понравились новые персонажи, скины из премиум Баттл Пасса. Но вот что касается бесплатных скинов из этого Баттл Пасса, то на них без слез уж точно не взглянешь. Какие же они убогие. Ну, на то и они и бесплатные. В Паладинсе, например, когда уходит какой-то скин донатный, добавляется точно такой же скин, только другого раскраса. Вот, например, пример из прошлого Боевого Пропуска Паладинса. Я, конечно, не говорю, что нужно Близзам поступать точно так же. Ну, потому что это немного глупо, так как у них прям огромная компания, и они могут, ну, больше заморачиваться над скинами. Но все же, что-нибудь позаимствовать с Баттл Пасса Паладинса им все-таки стоит. Лично для меня Overwatch 2 это, конечно, крутая игра, но это как простая версия Паладинса. Я никогда раньше не играл в Overwatch, ну, не считая 40 минут в компьютерном клубе на аккаунте друга 2 года назад. Я там играл за какого-то челика, который кидал что-то во врагов, и все оглушались. Ковбой, короче, какой-то. Как только я зашел в Overwatch 2, мне эта игра показалась до ужаса простой. Там нет никаких колод и талантов, и тем более закупов предметов. И именно из-за этого этот игровой процесс интуитивно понятен. И это неплохо, не подумайте, я сейчас не принижаю эту игру, это наоборот достойно. Поиграв в Overwatch 2 я призадумался, а почему все сравнивают эту игру с Паладинсом? Ведь игры очень сильно отличаются с геймплейной точки зрения. Вы бы еще Лигу Регент сравнивали с Паладинсом. Паладинс нужно потратить время на изучение билдов и стратегии, ну и так далее. Именно поэтому существует такое огромное количество гайдов на персонажей. И эти гайды постоянно обновляются, потому что баланс в Паладинсе тоже постоянно обновляется. И там какие-то таланты изменяют, какие-то карты изменяют. И поэтому не всегда все актуально. Я смотрел на ютубе геймплей почти каждого персонажа в Overwatch 2, чтобы увидеть, кто из них мне больше понравится, чтобы протестить его сразу же во второй части Overwatch. И во время этого занятия я заметил, что большинство персонажей в Overwatch 2 используют оружие, будь то винтовки, пистолеты, лейстоны и так далее. Я редко замечал использование магии, использование метательного оружия, или персонажей ближнего боя, или фейфизийного и средневекового оружия, такого как луки и арбалеты. Некоторые персонажи использовали оружие, которое я упомянул, например, это Райнхард, Мойра, Ханза, Гэнзи, Дзеньято, Мерси, но их мало по сравнению с Паладинсом. В Паладинсе же есть много разного оружия, и почти у каждого персонажа это оружие уникально. Джин, Иви, Терминус, Ио, Инн, Инара, Серис, Кэси, Фурия, Имари, Малдембо, Вора, Вилу, Ягарат, Шалинь, Мэйв, Грок, Касуми и другие чемпионы являются примерами такого средневекового или фейфизийного оружия, которое выглядит очень оригинально, и лично мне они очень нравятся. Магия, средневековое оружие, такое как арбалеты, луки, метательные снаряды, и оружие ближнего боя встречается редко, и почти невозможно встретить их. Возникает очень приятное чувство, когда ты можешь сыграть за персонажа, который буквально планеты пожирает, словно он Танос, который передвигается так, словно он колесо какое-то, который умеет стрелять ядовитыми лужами, затем он пожирает врагов. Лично для меня паладинцы это очень классный игровой опыт, я слышал, что разрабы паладинцы вдохновлялись Steam Fortress, но там так же как и в Overwatch 2 ничего подобного нет, так же они вдохновлялись еще другой игрой, но там тоже ничего похожего нет. Кто-нибудь чувствует такие же приятные чувства, как и я, когда играет на каких-то фейтезийных персонажей, я недооценил Overwatch 2, или ему действительно не хватает этого конкретного пункта, я про фэнтези, магию, средневековье и так далее, ну если сравнивать с паладинцем. Напишите в комментариях, следует ли в Overwatch 2 добавлять магию и делать мир более фейтезийным. В Overwatch 2 игровые режимы намного лучше и разнообразнее, но бои кажутся такими тесными и захламленными, я не знаю даже как это более детально описать. Вот в паладинце ты чувствуешь себя более открытым и тактичным, мне нравятся обе игры, у каждой игры есть свои крутые особенности. Мне очень сильно понравилось то, что во время боя в Overwatch можно поменять персонажа, это прям офигительная идея, я очень сильно хочу, чтобы то же самое добавили в паладинц. Ладно не в рейтинге, но вот в обычном казуале, если это появится, это будет просто идеально. Игровой процесс паладинц берет вверх лично для меня, из-за разнообразия, например вы можете играть за персонажа поддержкой как за урон, например за инь, я кстати про него даже видос снимал. Подпишись если еще не подписан, а вы были на канале Кайпал паладинц, всем хорошего дня.